Мы на пятом этаже Музея современного искусства, и перед нами написана летом 1909 года картина Пабло Пикассо «Резервуар в Хорто де Эбро». Это одна из важнейших ранних работ художника, созданных в стиле кубизм. Она уже очень кубистская. Уже очень сильно отличается от картин Сезанна. Хотя и написана всего через два года после «Авеньонских девиц». — Да. — Пикассо уже сделал этот шаг. Да, сделал. Картина вполне соответствует названию этого направления в живописи, не правда ли? Кубизм? — Да. — Потому что она вызывает ассоциацию с кубиками? — Так и есть. Искусствовед обычно отмечает, что после «Авеньонских девиц» «Брак» начал серьезно изучать творчество Сезанна. И Пикассо… — Последовал примеру «Брака». Да, тоже заинтересовался Сезанном именно, и отправился на юг Испании в этот очень жаркий климат. Эта картина вызывает четкую ассоциацию с терракотой. Мы смотрим на городок на вершине холма. Справа внизу изображен небольшой водоем. Мы даже видим отражение на поверхности воды. Конечно, большинство людей, которые смотрят на эту картину, кажется особенно интересным то, как художник преображает перспективу. Да, иногда мы смотрим на объекты сверху, иногда сбоку, снизу, сверху, как будто движемся по изображенной местности, меняя угол зрения. Да, изображенные объекты становятся пластичными, гибкими, меняют форму, в зависимости от нашего перемещения в пространстве и времени. А еще они все взаимосвязаны. Вслед за Сезанном Пикассо начал изображать объекты, как пересечение разноцветных плоскостей. Одна коричневая поверхность переходит в другую, с другой формой. Крыша дома перетекает в его боковую стену. Разные формы больше не отделяются друг от друга в пространстве. В нем запускается процесс синтеза. Мне кажется, этому способствует еще один прием. Обратите внимание на тени отражения. Они становятся больше похожи на отдельные объекты, чем, скажем, на оптические явления. Что вы имеете в виду? Посмотрите, например, на двери в центре холста. Тени отражения, которые они отбрасывают, выглядят почти такими же плотными, как и сами двери. Видимо и реально изображено почти одинаково. А поверхность? Больше, чем поверхность. Объекты и визуальные… Явления. Явления, то, что мы только видим, но не можем потрогать, становится на этом холсте таким же важным, как, например, здание. Примерно то же самое мы видим в картине «Авиньонские девицы», где пространство между фигурами становится плотным. Верно. Еще мне показалось забавным вот что. Вы сказали, что на этой картине изображена деревня. Я представила себе солнечный пейзаж, но не вижу здесь ничего подобного. Именно так. Странно изображен свет. Очевидно, именно с его помощью на этой картине построены формы. Точно. Мы видим тени, мы видим светлые поверхности. Но дело в том, что здесь не видно, откуда именно падает свет. Эта картина больше говорит о субъективном восприятии человека, передвигающегося по изображенной местности, о том, как он видит цветы тени, чем о природе этих явлений. Верно. И еще одна особенность, которая мне бросилась в глаза. Вы говорили, например, о дверях. Дверной проем в центре и правда словно ведет куда-то. А слева изображена дверь, которая тоже отбрасывает тень. Но в то же время гораздо очевиднее, что это просто мазок краски. И в то же время почти материальный предмет, лежащий перед домом. Верно. И все же это просто мазок кисти. Точно. Это удивительно. Изображение формы постоянно искажается. Это не просто передача формы, не просто наблюдение за формой. Здесь искажен сам процесс воспроизведения формы. Именно здесь видно внимание художника к каждому своему шагу, что очень современно. Определенно. Поехали. 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 Эти. Продолжение следует...